Музыка От души. И вообще вот сидишь, смотришь, вот информация как вот идет о том, чего я никогда не знала. И не слышала вообще об этом футболе, что есть женский, что вот такие хорошенькие девочки могут играть в футбол. Я считаю, что это даже своего рода реклама, может это не очень хорошо сказано, что у нас футболом могут даже женский пол заниматься, не только одни мужчины. Хотя мы раньше считали, что это грубый спорт. Оказывается, видите, какие девочки, причем хорошенькие. И они не только футболом, почему показывали. Мне понравилось то, что они и петь могут, они и танцевать могут, они в конкурсах могут участвовать, как именно краса России. У меня было впечатление, я как-то отдаленно слышала, там женский футбол, мне казалось, что там грубые, мужеподобные женщины, значит, участвуют. И я вообще как-то услышала и забыла. А тут впечатление осталось. И уже как-то по-другому. Я вот 36 команд насчитала, мама родная. Никогда бы не ожидала. Я думала, там 3-4 команды у нас вообще на всю Россию. А тут 36 команд. И так интересно показывают их, значит, в ряд. Одна команда, другая, третья, четвертая. Ой, мамочки, сколько много. Они соревнуются. И теперь уже с этими немецкими футболистками в Германию приехали. Ну, правда, я не поняла. Я посчитала, что это нашим, что ли, навешали? Что там забили голы. Вы не помните, да? Помню. Ну, нашим, да. В этом эпизоде фильма речь шла о приезде команды Байера в город Химки, где они играли с россиянкой. И там, соответственно, что закончилось 4-0. А шутка была о том, что при счете 0-1 в пользу Германии оператор прекратил съемку табло. Ну и правильно. Да. Поэтому, соответственно, финальный счет 0-4. Там, собственно, не было никакой камеры зафиксировано. Вот этого касалась, собственно, эта шутка. Ну, я вообще это самое довольное, что я такой фильм посмотрела. Он все просветительский. И хорошо бы еще побольше таких фильмов о том, о чем мы мало знаем. Неизбитые темы, которые уже надоело смотреть по телевизору, я там по интернету не смотрю. Хотелось бы еще новых работ, талантливых от вас. Спасибо вам большое. А вам спасибо за активное участие. Спасибо вам за слово. Госпожа Наталья. Что могу сказать? Там хорошая обстановка, спокойная, чтобы можно было приятно именно услышать. Как-то было по-своему это все формально, музыкально мне понравилось, ненавязчиво. Ну и в целом, если я футбола вношусь достаточно спокойно, даже когда если мужчины занимаются. Женский такой вот вариант, да, что именно женщины могут. Ну тоже какая-то возможность. Самое главное, чтобы это не превращалось в какое-то ярое состязание, а чтобы на самом деле это был процесс, которым процессом можно было удовольствие получить в самом процессе, а не в том, чтобы получить результат. Я вот на что угодно хочу, да, процесс сам. Ну и как-то это было все снято непринужденно, свободно. Ну и в целом такое оптимистическое такое здесь дух присутствует. Оптимизма, удовольствия, радости. Что, собственно, это очень хорошо, что это вот здесь представлено. Ну, Наталья, я надеюсь, мы с вами, как с кинематографистом, обязательно повзаимодействуем. Тем более, что вы землячка Леонида Иовича Гайдая, и мы знакомимся в год столетия, со дня рождения. Символично как-то здесь, да. Символично. Я родилась именно в одном городе, в Гайдае, да, и памятник ему оставлен в свободном. Прекрасно, спасибо. Пожалуйста. Прекрасно.